О том, сколько хуситы могут оказывать сопротивление коалиции США и Великобритании, в нашем эфире рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ситуация в Красном море продолжала оставаться хаотично нестабильной. Какое-то время, я думаю, что администрация Байдена пыталась о чем-то договориться, ну если не напрямую с хуситами, я сомневаюсь, что у Белого дома есть какие-то контакты напрямую с Йеменом, но как минимум через их голову с Араном, но, видимо, не получилось, и я допускаю, что последней каплей стала история с нефтяным танкером, который сначала американцы арестовали, потом проиранские силы взяли под свой контроль. Ну и, в общем-то, администрация Байдена ответила на это тем, что несколько ракетных ударов нанесла по Йемену. Конечно, эта ситуация очень сложная в любом случае, потому что не просто так американцы так долго сдерживались, не нападая на Йемен. Потому что мы понимаем, что у хуситов есть довольно значимый потенциал ведения такой партизанской войны, они поднаторели в этом, 8-9 лет воевали в Саудовской Аравии и, де-факто, победили, несмотря на тонны американских вооружений, которые поставлялись в Ариаду. Но вот сейчас, безусловно, у хуситов есть возможность, да, не только там бить по этим танкерам гражданским или по американским кораблям, которые еще кое-как отбиваются, да, но ударить и по американским базам в регионе, например, или ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, тоже, кстати говоря, да, вполне возможный вариант. Мы помним 19-й год, когда они как раз своими дронами по нефтяным базам Арамка ударили, и это привело к шоку на нефтяном рынке, да, ну, к какому-то кратковременному, но тем не менее. Но сейчас я допускаю, что такой сценарий тоже может повториться, и, в общем, возобновление гражданской войны в Йемене вполне возможно, ну, и перерастание ее в большой региональный конфликт. Поэтому, ну, скорее всего, аппаратчики Байдена более-менее понимают все эти риски, поэтому они так долго тянули, но в итоге все-таки какой-то такой ограниченный ракетный удар нанесли. Это в любом случае, конечно, очень плохо, но сейчас, как мы видим, риторически они пытаются сразу же от этого отползти, заявить о том, что это был награниченный удар. Ну, вот, если Куситы будут продолжать, мы, может быть, еще где-нибудь ударим, ну, в общем, вот так вот как-то сдержать этот управляемый хаос, вот именно в управляемом ключе. А как раз разрастание конфликта в большую региональную войну, ну, на мой взгляд, на текущий момент все-таки не в интересах нынешней администрации в Вашингтоне. Ну, я думаю, что многое будет зависеть от реакции Куситов. Сейчас, как мы видим, да, там, они очень много таких жестких заявлений выдвигают о том, что мы будем наносить удары во всем странам, которые помогли американцам атаковать Йемен, мы будем ударять по американским базам, ударять по там нефтяной инфраструктуре и так далее. Вот, но это пока все-таки ритория. Да, если там Куситы немножко поумерят свой порыв прямо сейчас, в моменте, особенно там, ну, на фоне того, что, возможно, как-то конфликт в Газе тоже разрешится, не факт, что это произойдет, посмотрим, но теоретически, я думаю, это возможно. Тогда, конечно, новых ударов не будет. Но вот если же, как бы, это все выходит на новый виток эскавации, ну, я думаю, что, да, Куситы могут свои удары наносить, американцы продолжат бомбить Йемен, и это может продолжаться бесконечно. Прогноз от политолога-американиста Малека Дудакова. Вряд ли Хуситы продержатся долго. Такое мнение высказала в эфире Вести ФМ политолог-востоковед Елена Супонина. Американцы уже загодя собрали коалицию и просто выбирали время, когда нанести эти удары. Но они реально хотят обеспечить безопасность судоходству и хотят обезопасить суда, которые связаны с Израилем. Так что я полагаю, что все-таки американцы не заинтересованы в большой войне в регионе и делают это все не для того, чтобы спровоцировать хауситов с ними и стоящий за ними и рядом с ними Иран на большую войну. Вот по поводу большой войны американцы все-таки захотят этого избежать. У йеменских хауситов не так уж много возможностей. Их вооруженные силы, в общем-то, носят такой ограниченный характер. Да, у них есть беспилотники, у них есть ракеты, у них есть старые советские вооружения. И они это активно используют. Но, в общем-то, несмотря на их риторику, они не в состоянии нанести большого ущерба американской военной коалиции. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не вошли в коалицию, которую наспех сколачивали американцы, просто потому, что понимают военным путем с хауситами, несмотря на все их скромные возможности, справиться не удастся. С 2015 года Саудовская Аравия ведет операцию в Йемене. Саудовская Аравия помогает Эмираты, но с тех пор хауситы чувствуют себя вполне приемлемо, а Саудовская Аравия и Эмираты перешли к идее проведения мирных переговоров с хауситами, которые продолжаются до сих пор. В этих переговорах участвует и Организация Объединенных Наций. Примечательно, что в последние три недели на этих переговорах был достигнут определенный прогресс. Поэтому то, что сейчас делают американцы, на самом деле подрывает усилия решить проблему дипломатическим путем. То есть американцы сейчас ведут себя как слон посудной лавки, подрывая все усилия насчет решения этой проблемы. Политолог-востоковед Елена Супонина. И как только что сообщили в посольстве России в Йемене, информации о пострадавших российских гражданах в результате ударов США и Великобритании на текущий момент нет. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, говорится в сообщении дипмиссии. Напомню, в ночь на пятницу США и Великобритании нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. Джо Байден назвал эту операцию ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. В Германии обещают кульминацию масштабной забастовки. Немецкие фермеры объявили, что большая федеральная демонстрация пройдет в ближайший понедельник, 15 января. И к ней призвали примкнуть всех граждан страны. С подробностями из Берлина. Наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. В понедельник обещают кульминацию, но забастовка ведь идет и в текущие дни. Какова ситуация в Германии на сегодня? Да, безусловно, протесты фермеров продолжаются. А я напомню, что со среды идет также забастовка работников железных дорог. И, соответственно, так как фермеры, их протесты выражаются в том, что они блокируют автомобильные дороги, выезды на автобаны, крупные дорожные транспортные магистрали. И это приводит, безусловно, к очень серьезным проблемам с транспортом. Вот, например, газета Bild пишет, что Германии угрожает общенациональный транспортный коллапс. Ну, наверное, до коллапса ситуация не дойдет, но то, что происходящее заметно по всей Германии абсолютно, в этом нет никакого сомнения. И то, что сейчас эта тема номер один, и все конкретно обсуждают, что же дальше делать с фермерами, это именно так. Институт новых социальных решений Германии провел опрос, который показал, что 69% немцев, несмотря на эти транспортные проблемы, 69% одобряют протесты фермеров, а 45%, то есть почти половина, готовы в них участвовать. Следовательно, вот та демонстрация, которая готовится к понедельнику, возможно, действительно будет массовой и очень масштабной. И она как раз должна завершить вот эту неделю действий фермеров, которые начали ее в понедельник на этой неделе. Почему все должно, как бы, или планируется завершаться на следующей неделе в понедельник? Потому что на следующей неделе в Бундестаге должно начаться обсуждение нового бюджета. А я напомню, что сама проблема возникла после того, как в Германии не был принят бюджет на следующий год, не был он принят после того, как Конституционный суд страны отменил решение правительства о переносе средств в бюджет, средств из фонда, которые были созданы еще во время борьбы с пандемией. В результате в бюджете оказался очень серьезный пробел, дыра в 30 миллиардов. Нужно найти, каким образом эту дыру закрыть. И правительство одно из решений, они, естественно, приняли решение об экономии бюджета и отмене субсидий. Отмене субсидий, прежде всего, для сельского хозяйства. И эти субсидии, как считают фермеры, фактически убивают работу сельского хозяйства в Германии. Так как эти субсидии, правительство предложило отменить субсидии на дизельное топливо, а это главный источник выработки электроэнергии в сельском хозяйстве, все понимают. И отменить льготы на транспортный налог. Так как фермеры и работники сельского хозяйства, они не платят транспортные налоги. Так как, естественно, все понимаем, что транспортные средства, те же тракторы, машины, все транспортные средства там активно используются, но налог при этом они на это не платят. И вот правительство решило отменить эти льготы для фермеров. После этого и пошли вот эти активные фермерские протесты, а тракторы заполнили практически все крупные, и не только крупные, кстати говоря, немецкие города. И вот вчера, кстати говоря, Котбус, это небольшой относительно город в Бранденбурге, и Олаф Шольц, канцлер Германии, накануне приехал в Котбус для того, чтобы участвовать в открытии нового железнодорожного завода. И это мероприятие он хотел как раз представить как еще одно достижение правительства. Это новый железнодорожный завод, он более тысячи новых рабочих мест, но, увы, он вошел на этот завод, а фермеры пришли туда с тракторами, и вокруг этого завода устроили огромную демонстрацию, гудели, шумели. Естественно, они требовали, чтобы канцлер вышел к ним и объяснил им дальнейшие планы правительства. Ну, понятно, что Шольц на это не пошел из завода, он потом в качестве компромисса переговорил с руководителем Ассоциации фермеров земли Бранденбург. Но на сам митинг фермеров, естественно, канцлер не вышел. Что же будет на следующей неделе? Пока трудно сказать, но уже видно, что правительство готово делать следующие шаги. Я напомню, что первоначально оно предложило вот эти льготы, субсидии на дизельное топливо отменить не разом, не в этом году, как это планировалось, а в течение трех лет. То есть такой компромисс, постепенная отмена субсидий. На что фермеры сказали, Юахим Руквит, представитель Ассоциации немецких фермеров, заявил, что это смерть в рассрочку, и она нас не устроит. И, как он сказал, этот ленивый компромисс не уберет трактор из дорог. После этого, а мы видим сейчас в Германии, это заметно, что фермеры настроены крайне и очень-очень решительно, и большинство немцев, как я уже сказал, их поддерживает. После этого правительство приняло еще одно решение, и теперь налог на транспортные средства, который они планировали ввести для фермеров, он не будет вводиться. Это еще один шаг навстречу фермеров. Но, как я уже сказал, работники сельского хозяйства требуют полного отказа от планов по сокращению субсидий для фермеров. Если этого не произойдет, они намерены продолжать свои протесты. Работники железных дорог на этой неделе, вот они сегодня, в пятницу, прекращают забастовку. Но это всегда происходит под выходные, как правило, забастовка прекращается. Но, как заявили руководители профсоюза железнодорожников, если Deutsche Bahn, то есть главная государственная железнодорожная компания, не пойдет им навстречу, а они требуют повышения заработной платы и уменьшения рабочего времени, если этого не произойдет, то железнодорожники также возобновят забастовку в самое ближайшее время. Так что ситуация в Германии очень пока трудно прогнозируема. И все будут ждать, как на следующей неделе поведет себя правительство, готово ли оно будет все-таки, во-первых, начать переговоры с фермерами, а во-вторых, добиться какого-то решения, которое так или иначе устроит обе стороны. И мы продолжаем следить за этой темой вместе с собственным корреспондентом Вести ФМ в Германии Сергеем Крохтиным.